Встретить Масленицу надо так, чтобы потом весь год вспоминать. Следуя этому принципу, в поселке Сахоз имени Ленина праздник привечания весны отметили шумно, весело, что называется, с размахом. Были тут и песни, и пляски, и конкурсы, и угощения блинами. Зазвать весну красну пришли жители от мала до велика. Зимушка, зима, раскрасавица, морозы слыть на земле. Прежде чем весну встречать, должна проводить зимушку, воздав ей почести. Эта зима подарила нам немало приятных подарков. Пушистый снег, отличный лед, яркое солнце, трескучий мороз. Но как бы не было прекрасно это суровое время года, уже хочется перемен. Очень ждем весну. Запоздала она, прям снег уже надоел. Масленица – это самый радостный и шумный праздник, предвестник пробуждения природы. Это праздник, когда встречают весну. Чтобы удача сопровождала человека весь год, следовало в масленичную неделю, особенно в субботу и в воскресенье, веселиться от души. Так считалось у древних славян. Жители поселка, следуя народной мудрости, с головой окунулись в яркую кутерьму оглушительного праздника. Ребята водили пестрые масленичные хороводы, катались на лошадях и на собачьих упряжках. Быстро, классно. Дети-творы работали площадки с мастер-классами изготовления вертушки, урок рисования, рядом старорусский салон красоты, где с помощью свеклы, муки и кусочка угля превращали девушек в писанных красавиц. Взрослым тоже скучать не давали. Смешные эстафеты, розыгрыши, молодецкие забавы выявляли самого выносливого и ловкого. Кстати, уже который год подряд звание русского богатыря завоевывает Андрей Корытин. Его секрет не только в занятии спортом, но и в употреблении нет ни допинга, блинов. Вот и для гостей праздника, чтобы те не скучали и не мерзли, а были сильными, красивыми, веселыми и румянами, было приготовлено по старой традиции угощение. ПЕСНЯ Казалось бы, ну сколько можно съесть блинов за масляничную неделю? С вареньем. С башенкой. За сметаной. С медом. С вареньем. С икрой. Какие только не пекут блины хозяйки, с чем только не подают. Но секрет ритуального блина не в рецепте. С какими чувствами он должен быть приготовлен? Как? С какими чувствами? С чувствами тепла, солнца. Вот там блин ассоциировался, мне кажется, с солнцем, поэтому и блины печем. За клички, потешки, хороводы, веселье, блины не оставили равнодушными не только людей, но и солнце, которое решило выглянуть из-за туч. Очень рада, что такая погода и будем надеяться на то, что вся весна пройдет под символом солнца, что у всех будет такое замечательное настроение, как сегодня. Обязательно будет, потому что за зимой всегда приходит весна с капелью, журчанием ручьев, щебетанием и пересвистом перелетных птиц, вернувшихся на насиженные места. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.